В одном доме возле речки полной рыбы жила семья Кэт. Семья очень дружная, каждый друг друга поддерживал. Маленькая Катя помогала маме по хозяйству. Дома уберет, огород польет, в магазин пойдет. А ее мама Маша все возле плиты стоит, только вечером с Катей играет. Аня 15. Она с радостью читает нам свой первый рассказ о кошке Кэт и ее матери. Его она написала в 12. Сейчас она лауреат многих литературных конкурсов. На ее полке различные грамоты и дипломы. Со своей сестрой Таней она ходит в 8 класс. Девочки учатся она отлично. Таня больше любит рисовать. Признается, в будущем мечтает стать экономистом. Я хочу сначала закончить школу так же отлично, чтобы в будущем иметь хорошую профессию и достаточно хорошо зарабатывать. Цель у меня быть экономистом. Я много об этом читала и мне нравится сфера этой деятельности. Пока другого я ничего не смотрела. Аня с выбором не определилась, но в будущем хочет создать питомник для животных. Я еще не совсем решила, кем я хочу, но моя цель в жизни – это написать свою книгу. Хочу закончить на отличную школу. И в будущем я хочу построить собственный питомник для животных. Талантливых девочек сейчас поддерживает благотворительный фонд Виктора Баранского. С сентября 2014 года они стали участниками программы «Стипендиаты». Мама-школьница рассказывает, что о программе узнала случайно. Узнала случайно. Мне просто сказали, что есть такая программа для малообеспеченных семей и детей-отличников непосредственно. То есть дети-отличники. Обратили их в фонд. Фонд согласился помочь. Дети тоже очень обрадовались. Я очень тоже благодарна фонду. Большое им спасибо, потому что благодаря им мы многое чего можем. Дети покупаем книги и участвуем в программах. Программа «Стипендиаты» нацелена прежде всего на мотивацию талантливых детей из Одессы и области. Она помогает детям из малообеспеченных семей развиваться, посещать различные кружки и принимать участие в конкурсах, отмечаясь в благотворительном фонде Виктора Баранского. Наряду с другими программами благотворительного фонда действительно действует достаточно давно эта программа. Она существует с 2012 года. За время действия этой программы стипендиатами нашего фонда уже, наверное, больше 90 человек было. На сегодня это 14 талантливых детей из Одессы и Одесской области. С категорией семей малообеспеченной, категорией детей-сирот. Каждые полгода специальная комиссия проводит мониторинг успеваемости стипендиатов. И в зависимости от их баллов определяется сумма стипендии. Программа очень интересная. Программа во многом продолжает культурную традицию меценатства, которая в этой территории была всегда очень плодотворной. Огромное количество одесских художников выросли и состоялись благодаря тому, что в Одессе всегда были меценаты, которые поддерживали молодые дарования. И то, что мы видим сейчас в этой программе, и то, какие результаты мы видим сейчас от детей, это во многом свидетельствует в том, что программа очень нужна и эффективна. Стоит также отметить, что программа способствует повышению успеваемости учащихся и дает прекрасную возможность развивать их таланты. Продолжение следует...